В Югре снова введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесопожарной обстановки. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности автономного округа. Населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает, но ситуация остается напряженной в Нягоне, Березовском и Октябрьском районах. Сегодня там многие населенные пункты окутаны дымом. Борьба со стихией ведется и в Советском районе. Материал наших коллег. Как отмечают специалисты советского филиала авиалесоохраны, из девяти действующих лесных пожаров на территории Советского района наиболее активными остаются четыре, те, что к западу от районного центра. Именно они доставляют жителям поселений дискомфорт в виде периодического задымления воздуха, особенно заметного в утренние и вечерние часы. На борьбу с огнем лесными пожарными брошены все силы и техника. Задействовано порядка ста человек. Это все наши люди, авиабазы. Также еще дополнительно помогают нам арендаторы лесных участков, лесозаготовители, холдинг. Также с тяжелой техникой, с бульдозерной. Площади порядка 50, 60, 170 гектар пожаров. Вот такие площади у нас. Локализованные, ликвидированные мелкие пожары у нас каждый день практически происходят. Это грозовые вылазят. Их, конечно, ликвидируют в первые сутки. Пожары побольше, ну и время, соответственно, натушения тоже подольше. Поэтому пожары, ну, можно сказать, стоят практически. Небольшой прирост сутки дают. Осложняется, опять же, тем же зеленомощником. Его не прокопать никак, не залить практически. Чуть больше суток назад парашютно-пожарная группа инструктора Андрея Михайлова вернулась с пожара. И вот снова новое боевое задание. Сборы недолгие. Укладка парашютов, проверка снаряжения, пополнение запасов продовольствия и на погрузку в самолет. А там вновь тяжелая и опасная работа. Погода против нас, так сказать, стоит большая аномальная жара. Дождей нет, ветра. Работаем рано-рано с утра и до позднего вечера. Лучше лопаты еще ничего не придумали. Прокладываем минерализованные полосы, к вечеру пускаем в тричный пал. И потом в обед контролируем его, смотрим. По мнению огнеборцев, сейчас самое главное, чтобы в лесах на горящих кромках постоянно находились люди и вели непрерывную работу по недопущению распространения огня. И с этой задачей советский филиал авиалесохраны продолжает успешно справляться, используя весь свой арсенал техники и оборудования. Игорь Скворцов, Владимир Борчин, Владимир Щеколев, телеканал Первый Советский.